Ибо мы им живем и движемся и существуем. Так написано в книге «Деяния апостолов» в 17 главе 24 стихе. Это уникальный текст, говорящий о том, что все, что с нами происходит сегодня, наша жизнь, как мы живем, галактика, которая над нами, они имеют колоссальную скорость, они имеют движение, и Бог этим всем руководит. Я хотел бы привести уникальные цифры, которые говорят о том, как Бог действует в этой вселенной. Итак, Земля наша кружится вокруг своей оси со скоростью 1674 км в час. Это достаточно большая скорость. Это скорость, которой достигают некоторые самолеты. Но на Земле, если мы поедем на автомобиле, сложно такую скорость развить, потому что она весьма велика. Но что касается нашей Земли, а вот если наша Земля совершает круг вокруг Солнца, с какой скоростью? Это скорость 107 тысяч километров в час. И это уже начинает по-настоящему удивлять. Откуда такая скорость? Откуда такая энергия, чтобы двигать такой колоссальной мощью, которой является наша планета, планета нашей Солнечной системы, само Солнце? Это же невероятный вес. Дальше я хотел бы сказать, что наша Солнечная система крутится в галактическом круге. И наша галактика совершает тоже круг, и это колоссальное движение. И эта скорость составляет 885 тысяч километров в час. Это уже шок. Это настоящее чудо. Как с такой скоростью может двигаться наша галактика и все галактики в космосе? Но я хотел бы еще сказать, что наша галактика сама в себе, она тоже летит в космосе. И у нее тоже есть скорость. И почему я сказал летит? Потому что это скорость 3,6 миллиона километров в час. Это поражает воображение. Но это так. И дальше я хотел бы продолжить, что и внутри нас есть скорость. Мы состоим из клеток, а клетки состоят из атомов. И вот в каждом атоме есть своя скорость. Скорость протона вокруг ядра каждого нашего атома составляет около 1 миллиарда километров в час. Друзья, мы все наполнены скоростью. Вся вселенная наполнена невероятной скоростью, которая движет такими невероятными весами, которые обладает весь космос, наша планета и все, что наполняет нашу вселенную. Это говорит о том Боге, который имеет силу, который имеет власть. И он движет. Если мы сегодня потеряли эту силу, если мы ощущаем дезориентацию, демотивацию и слабость в своих потугах, чтобы делать на хорошем уровне нашу работу, отвечать за свои семьи, делать добрые дела, то мы можем обратиться к Богу, у Которого есть эта колоссальная сила и власть. Господи, дай мне эту силу жить дальше, побеждать, действовать. Переорганизоваться и делать свою работу и все, что я делаю на высочайшем качественном уровне. И Бог дает эту силу. Да будет так в нашей жизни.